В эфире программа День города. Я и мои коллеги познакомят вас с наиболее актуальными и интересными событиями этого дня. В студии Алена Куклева. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. На страже бездомных кошек и собак. Единая Россия нашла решение проблемы. Выбить деньги на спиртное. Задержан подозреваемый в разбойном нападении на пенсионера. Диагностика и лечение анемии. Ведущие специалисты-гематологи России делятся последними исследованиями в Рязанском медицинском университете. Бездомных кошек и собак в Рязани перестанут усыплять. Судьбой животных озадачена члена фракция Единой России в городской думе. На сегодняшний день в Рязани живут около трех тысяч безнадзорных собак и кошек. Проблема бездомных животных в нашем городе стоит весьма остро. И количество бедолаг растет. На сегодняшний день их около трех тысяч. Рязанцы сложившиеся ситуации обеспокоены. Депутатам городской думы нередко поступают обращения от граждан с просьбой разобраться с проблемой. Стоит отметить, что только в прошлом году от укусов животных пострадало 72 человека. Из них 12 с подтвержденным диагнозом бешенства. Представители фракции Единой России заявили, что в первую очередь необходимо обратить внимание на обеспечение безопасности граждан, чтобы те не стали жертвами нападений бездомных животных. Но также не стоит забывать и о том, что с бродяжками себя нужно вести по-доброму. Фракция Единой России в Рязанской городской думе выступила с инициативой о необходимости эффективной деятельности по обращению с бездомными животными гуманным методом. Опираясь на опыт других городов, мы предлагаем переходить на альтернативные методы содержания животных в центрах передержки, поиск новых владельцев и опекунов, а также стерилизация. Подобный центр временного пребывания может быть организован на базе муниципального предприятия «Лайка». С целью организации поиска пропавших животных и создания такой базы депутаты рассматривают возможность создания специального сайта. Необходимо вести электронный учет безнадзорных животных, в том числе посредством чипирования, а также организовать на базе муниципального предприятия «Лайка» центры передержки животных. Конечно, необходимо работать над поиском владельцев для животных, в том числе и с помощью специально созданного сайта. Администрация города Рязани, фракция «Единая Россия» в Рязанской городской думе поручила рассмотреть возможности реорганизации муниципального предприятия «Лайка», муниципально-бюджетное или автономное учреждение, что позволит осуществлять финансирование из бюджета города Рязани, также организовать сбор средств с помощью добровольных пожертвований неравнодушных рязанцев, а также предприятия-организации. По итогам заседания фракции «Единая Россия» в Рязанской городской думе администрации города Рязани дано поручение разработать комплексный план мероприятий по регулированию численности бездомных животных гуманным методом. План будет рассмотрен на Комитете по градостроительной деятельности и городскому хозяйству, а затем утвержден на заседании Рязанской городской думы 29 октября. В правительстве Рязанской области сегодня состоялась церемония награждения лучших предприятий и отрасли по итогам прошлого года. Дипломы получили руководители 75 организаций. Лучших выявили среди производителей электрооборудования, стройматериалов, а также организаций, занимающихся производством электроэнергии, газа и воды. Подробнее в сюжете Оксана Тебенихиной. Такое количество отмеченных наградами предприятий лишний раз подтверждает уровень развития региона даже в условиях нестабильной экономической обстановки. И хотя свои дипломы в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области» его участники получили по итогам работы за 2014 год, на сегодняшний день перечисленные компании продолжают динамично развиваться в самых различных отраслях. Все вы показали высокие результаты в прошедшем 2014 и 2009 месяцах текущего года. Это означает, что вы и ваши коллективы понимают важность поставленных задач и, несмотря на те кризисы и явления, которые существуют на следующий день, в Российской Федерации продолжаете уверенно смотреть в будущее и развивать свое производство. Умение предугадать и прочувствовать ситуацию на российском рынке и настроение потребителя – это не столько большая удача, хотя тут и без нее никуда, сколько огромный опыт. 75 лучших предприятий региона, отмеченных наградами, работают уже достаточно давно. И своим примером помогают добиваться высот совсем еще молодым компаниям. «Ризанинерго» – крупнейшая электросетевая компания на территории Рязанской области. И вот такая высокая оценка – это, конечно, оценка труда всего нашего многотысячного коллектива. Ну и подтверждение успешной, платформной, надежной работы всего коллектива и предприятия в целом. Нам очень приятно, что работа в нашей клинике не осталась незамеченным. Нас отметили в нашей работе за 2014 год. В 2015 мы продолжаем развиваться. Была открыта в районе Дашковой песочни детская стоматологическая клиника. Это первая частная детская стоматология в городе Рязани, где мы рады видеть и детей, и взрослых. И хотя для крупных предприятий работать в современных условиях задачи по-прежнему не из легких, главное – не опускать руки и держать марку. В Спасском районе зафиксировали новую вспышку африканской чумы свиней. Ранее в Окском заповеднике ввели уже третий по счету карантин по АЧС. Всего в области сейчас действуют три карантина по этому заболеванию. В попавших в угрожаемую зону населенных пунктах у жителей замают домашних животных. В шести районах запретили охоту. Впервые заболевание в регионе обнаружили в начале августа. Африканская чума свиней в Рязанской области была зарегистрирована еще в начале августа. Появилась вспышка и в сентябре. Это заболевание коснулось как домашних свиней, так и диких кабанов. Всего было зафиксировано около десяти случаев заражения этих животных африканской чумой. В настоящее время не существует действенной вакцины от этого заболевания. И в качестве меры борьбы с ним приходится уничтожать свинопоколовье в определенном радиусе. Как уничтожать, так и вводить ограничения. На завоз, вывоз продукции свиноводства живых свиней, а также кормов. То есть страдает область экономически. Существуют признаки, по которым можно определить, что свинья заболела африканской чумой. У нее повышается температура тела, появляется угнетенное состояние. Пропадает аппетит, а на теле появляются пятна. Неоднократно управление и ветеринарная служба субъекта, как на сайте, так и в СМИ, обращалось к владельцам животных, но и другим лицам, которые имеют отношение к животным, при любом подозрительном поведении животного сразу сообщать в ветеринарную службу. Система мер, она установлена законом, уже отработана. В первую очередь принимаются меры по тому, чтобы этот очаг исключить доступ туда посторонних лиц, постороннего транспорта, а также движение, чтобы заболевание не могло распространиться на другие территории. То есть ставятся дезинфекционные барьеры, идет обработка ближайшего автотранспорта. Затем, как я уже сказала, принимаются решения об отчуждении, устанавливается зона, в которой производится отчуждение. И также принимаются на уровне области ограничительные мероприятия, такие как запрет ввоза-вывоза, движение кормов и так далее. Стоит сказать, что на территории Рязанской области это заболевание появилось впервые. Так что не покупайте непроверенные корма и обязательно спрашивайте документы на них. А если заметили подозрительное поведение этих животных, сообщите об этом либо в Россельхознадзор, телефон горячей линии 34-59-95, либо в ветеринарную службу. В Туме разбойник избил 81-летнего пенсионера палкой. О преступлении полицейским стало известно после того, как в больницу доставили пожилого мужчину. У него врачи зафиксировали переломы рук и множественные ушибы головы и тела. Так как травмы имели явный криминальный характер, медики сообщили о случившемся сотрудникам полиции. На этой неделе сотрудники полиции раскрыли дело о нападении на 81-летнего пенсионера в поселке Тума. Нападавшим оказался 37-летний житель соседней области. Мотивом преступления послужило пристрастие к спиртному. Пострадавший видел нападавшего только один раз и не был с ним знаком лично. Ворвавшись в дом, он потребовал денег на алкоголь. И когда получил отказ, злоумышленник начал избивать пенсионера. Мужчина пытался защитить его 46-летний сын, но силы оказались неравны. Погасив сопротивление, злоумышленник скрылся. В МВД России по Клепяковскому району поступило сообщение из Клепяковской ЦРБ о том, что в Клепяковскую ЦРБ был доставлен гражданин, житель поселка Тума с телесными повреждениями, относящаяся к категории тяжкого вреда. В ходе расследования стало известно, что 37-летний житель Владимирской области ранее уже был судим за угрозу убийством и хищения. А в вечер нападения был сильно пьян и собирался еще употребить спиртного. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Капитан полиции Игорь Афонин провел на своем участке очередную встречу с населением. Привычно для участкового беседу, информирование о состоянии преступности в районе и рекомендации разнообразили поздравления от горожан. Рязанцы поздравляли Игоря Афонина с выходом во второй этап конкурса МВД России Народной участковой. Капитан полиции Игорь Афонин считает, что во время таких собраний можно доходчиво объяснить, как не стать жертвой социальных или телефонных мошенников или как обезопасить свое жилище от краж. Также встреча с населением – это хороший повод познакомиться с новыми жителями района и обсудить проблемы со сторожилами. Распространить визитные карточки участкового, которые помогут гражданам при необходимости оперативно обратиться в полицию. Ведь только в тесном взаимодействии с горожанами участковый полицейский может эффективно контролировать ситуацию на участке и обеспечивать спокойствие населения. Сообщение о том, что его кандидатуру выдвинули на участие в региональном этапе конкурса стало для Игоря Афонина приятной неожиданностью. Еще больше порадовало известие, что по итогам народного голосования он прошел во второй этап. Хотя, конечно, такое доверие обременяет и дополнительной ответственностью. Голосование продлится до 16 октября. По его результатам победитель второго тура будет представлять область уже на всероссийском этапе. Сегодня в Рязанском медицинском университете стартовала третья межрегиональная научно-практическая конференция «Диагностика и лечение анемии в 21 веке». В течение трех дней специалисты-гематологи поделятся последними исследованиями в области лечения этого заболевания. На конференции побывала Оксана Тебенихина. Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная диагностике и лечению анемии в 21 веке, собирает специалистов со всей страны в третий раз. Мероприятие продлится с 15 по 17 октября. За это время участники конференции выступят с докладами, примут участие в симпозиумах, лекциях и семинарах. И, конечно, мы сможем обмениваться впечатлениями, новыми данными, результатами и еще крепче сплачивать наши ряды в борьбе с теми проблемами, о которых мы сегодня будем говорить, и в профилактике тех заболеваний, которые могут быть так связаны с теми вопросами, которые мы будем сегодня рассматривать. Я желаю этой конференции успешной работы, очень рад приветствовать гостей. Актуальность проблемы анемии высока в связи с тем, в первую очередь, что это очень распространенное заболевание. Ну, достаточно сказать, что каждый третий человек в мире страдает от анемии. Основные задачи конференции – объединение усилий медицинского сообщества, обмен опытом и знаниями, связанными с выявлением причин, механизмов развития и лечения анемии, а также поиск и внедрение современных методов борьбы с этим заболеванием во врачебную практику. Мне кажется, что для медицинского сообщества города, области России, и мирового медицинского сообщества такие конференции крайне важны, поскольку они позволяют увидеть, что социально значимые заболевания могут развиваться у жителей как города, так и села, любых городов, городов и деревень, любых стран. И это все позволяет людям увидеть медицинские проблемы, казалось бы, в каких-то обычных, не сложных, невысокотехнологичных делах. Проблема высокотехнологичной медицины не в том, чтобы сделать самую сложную операцию, а в том, чтобы создать самые эффективные лекарства. И с этими препаратами мы тоже можем познакомиться на конференции. Стоит отметить, что нередко анемией заболевают дети и беременные женщины. Этим пунктом участники конференции уделят отдельное внимание. Мы имеем определенный свой собственный опыт в отношении анемии беременных. У нас разработаны протоколы лечения оригинальные, которые мы используем в клинической практике, которые дают достаточно хорошие результаты. Также участники конференции отметили, что необходимо вести более активную работу по информированию граждан об этом заболевании, чтобы те при необходимости вовремя обращались в медицинские центры с заквалифицированной помощью. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. День города прощается с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok